Добрый вечер. Слава Всевышнему, что сегодня у меня есть возможность поделиться тем, что Он открыл мне, прежде всего, когда я исследовал те тексты, которые были в наших недельных главах. Напомню с самого начала то, что сегодня мы объединили две. Читали последнюю, вторую главу из выбранных двух. Ну а на самом деле, в сегодняшней встрече мы объединили две. Первая называется «Вайкхель Маше» и «Собрал Маше», которая начинается в 35 главе. В принципе, начатая тема в 35 главе, она и идет одной темой до конца книги «Исход». Вторая, о которой мы слышали сегодня непосредственно, это «Пкудей». Вот итоги сооружения Мишкана. Мишкан – это скиния. Мы иногда еще читаем в синодальном переводе. Интересный момент, что начинаются эти две главы, в 35 главе, начинаются с события. В частности, мы читаем, что «И собрал Маше народ». Интересный момент, что начинается с собрания. Собирается народ, и очередное, по всей видимости, собрание народа, и Моисей произносит волю Господа. И интересный момент, что первая воля Господа была о субботе, который раз, как напоминание, как, может быть, уточнение. Давайте прочитаем 35 глава. Вот она начинается. «И собрал Моисей все общество сынов Израилевых и сказал им, вот что заповедал Господь делать. Шесть дней делайте дела, а день седьмой должен быть у вас святым. Суббота покоя Господу. Всякий, кто будет делать в нее дело, предан будет смерти». И следующее повеление идет, мы прочитаем сейчас, но перед этим. Возможно, здесь идет напоминание, потому что далее будет повеление о том, чтобы собрали нужные материалы для строительства Мишкана и само строительство. Так вот, интересный момент, что даже такое великое дело, как строительство дома для Бога, строительство Скинии, строительство того места, где будет обитать Господь. То есть, интересно, мы обратимся еще на, обратим внимание еще на маленькую деталь, которая подчеркивает важность этого сооружения. Вот. И даже когда строится это здание, это палатка, этот шатер, он не должен строиться в святое время, которое было заповедано еще в притворении, в субботу. И далее, следующая воля Господа, которую произносит Моисей. Вот что заповедал Господь, четвертый текст. «Сделать от себя приношение Господу. Каждый по усердию пусть принесет приношение Господу. Золото, серебро, медь, шерсть голубого, пурпурового и червленого цвета, и весон, крученный из кожи и шерсти. Кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерево сетим». И так далее. Перечисляются материалы, которые нужны для строительства Мишкана. Говоря об этой истории, которая повествуется здесь, о том, как строился Мишкан, на протяжении циклов, которые были сказаны здесь, прочитаны здесь, многое было сказано на эти главы. Хочу только напомнить, чтобы мы вспомнили две вещи. Перед тем, как мы остановимся на третий более детально. Первое. Вы услышали призыв, который я прочитал. Призыв был для израильского народа, чтобы собрали нужные материалы. Интересный момент. Призыв по усердию сердца. И какой результат был, кто помнит? Что произошло? Не хватало того, что принесли? Даже больше, чем надо. Какое повеление Моисей говорит? Достаточно. Точнее, сначала сказали мастера, говорят, что уже довольны, чтобы сделать то, что нужно сделать. И Моисей говорит, достаточно приносить. Так вот, читая комментарий на эту главу, я встретил одну интересную мысль, которую выразил Равин. Он говорит, здесь, когда мы говорим о наших днях, проводя аналогию, мы видим, что каждый из нас наделен определенным талантом, способностью. И звучит порой призыв для служения для Всевышнего, для Господа, и чтобы мы поучаствовали в каком-то деле. Интересный момент, что может наступить время, когда Господь скажет, все, достаточно, спасибо, не надо. То есть, вроде бы, у человека только сейчас проснулось желание послужить или сделать, поучаствовать, но уже спасибо, не надо. Так вот, здесь интересный момент, если побуждает ваше усердие отдать Господу что-либо, не медлите. И второй момент, который хочу упомянуть тоже вскользь, о том, что семь или даже восемь, семь-восемь раз упоминается, описывается святилище Мешкан. То есть, подробное описание мы встречаем семь раз. Сначала Бог рассказывает Моисею, потом Моисей рассказывает народу, потом, когда повеление описывается, как это все происходило, потом описывается, как это все устанавливалось. То есть, если мы возьмем, посчитаем, сколько раз же описываются элементы святилища, так вот, раввины говорят семь-восемь раз. Там просто один, так вот, вскользь вспоминается, восьмой. Так вот, интересный момент, Тора или Танах, Священное Писание целиком, формирует наше мышление, наше понимание. И когда мы читаем, и что-то повторяется несколько раз, это подчеркивается важность того, что мы читаем. Это показывается, насколько было важно, то место, которое было построено, потому что в нем обитал Господь. И сегодня я хотел бы остановиться более детально на еще одном элементе святилища. Прочитаем. Прочитаем. Из него яблоко под первыми двумя ветвями, яблоко под вторыми двумя ветвями, яблоко под третьими двумя ветвями. Яблоки и ветви их выходили из него. Весь он был чеканный, целый из чистого золота. И сделал к нему семь лампад, и щипцы к нему, и лодки к нему из чистого золота. Лодки. Из таланта чистого золота сделал его со всеми принадлежностями его. И сделал жертвенник курения из дерева сети. Длина его... Простите. Вот. Остановимся. Что здесь описывается? Описывается светильник. Мы еще знаем название его Минора. То есть это семисвечник. Минора. Золотой ствольный светильник, который, согласно Библии, находился в скине, говорит словарь, во время скитания евреев по пустыне, а затем и в Иерусалимском храме, вплоть до разрушения второго храма. Минора является одним из древнейших символов иудейского и еврейских религиозных атрибутов. В настоящее время изображение Миноры является наиболее распространенным национальным и религиозным еврейской эмблемой. Минора изображена и на гербе государства Израиля. Интересный элемент святилища. Мы видим, что значение ее в израильском государстве даже немаловажно, потому что это является по части символом. Мы даже в нашей синагоге есть название Бейтефил-Веколь-Хамим и Минора. Роль этого, как она выглядела, давайте еще один момент. Я попрошу нашего оператора показать слайд. Интересный момент, что, как мне показалось, это наиболее точное к тому описанию. Хотя, когда я читаю, представляю в своей голове описание этого светильника, все равно мне кажется, что что-то здесь не точно. Так вот, интересный момент, что сейчас нереально воссоздать эту минору. И говорят, что, скорее всего, не хватает мудрости. Почему? Ну, во-первых, какой она была высотой, кто знает? Говорят, 1,3-1,7 метра. Вот я 1,7, приблизительно мой рост, светильник. А сколько металла было использовано для того, чтобы его изготовить? Кто запомнил? Один талант. Сколько это килограмм? Ну, я понимаю, что весы, они менялись. Но еврейские источники говорят 33 килограмма. Да. Вот. В эпоху, в римскую эпоху это было 26 килограмм. Вот. Но 33. 33-36. Теперь вопрос. Пожалуйста, покажите приблизительно какой-то слиток золота, 36 килограмм. Я так сразу смотрю на Гарри, я думаю, что он покажет приблизительно 36. Вот такой приблизительно кусок золота. Золото тяжелое. Теперь представьте, с такого куска золота сделать светильник для 7 свеч в мою высоту. Мы помним, что золото вообще-то мягкий металл. Вот. То есть это, может быть, проволочки такие вот, которые гнутся. Вот. Интересный момент, что 100 в точности воссоздать до сих пор не получилось этот светильник. И не хватает мудрости ему, возможно. Так вот. Значение этого светильника в скине. Я попрошу показать схему. Следующий слайд нашего Богдана, оператор сегодня у нас. Вот схематическое изображение светильника. Вот, простите, скинии. Вот находится светильник. Если вы видите кружочек с такой вот черточкой. Интересный момент, что в скинии не было ни окон, была только как дверь и занавесь. И там было всегда темно. Должно было бы быть темно, если бы не основной светильник, который никогда не газ. Он всегда его держали зажженным. Так вот, когда заходишь в скинию, первым делом, что бросается в глаза, это светильник. Это источник света. Мы можем представить. Зажжем свечу в темной комнате и попытаемся в нее войти. Потом человек, когда глаза привыкают, начинает рассматривать элементы, которые находятся внутри. Так вот, задача этого предмета – освещать все, что находится в мешкане. Теперь, как же, с чем сравнивается светильник в самой Библии? То есть, мы поговорили о его физическом значении, о его физических свойствах, а точнее, особенностях. А как же, с чем сравнивается светильник в Библии? Ну, первый текст, который сразу пришел мне, когда я исследовал эту тему. «Слово Твое чем является? Светильником чему или кому? Или чему? Ноге моей». В Псалмопеве 18-м Псалме говорит, что «Слово Твое – светильник ноге моей и светстве моей». Второй текст в притчах уже. «Сын мой, храни заповеди Отца Твоего и не отвергай наставления Матери Твоей. Навяжи их навсегда на сердце Твое, обвяжи ими шею Твое, когда Ты пойдешь. Они будут руководить Тебя, когда ляжешь спать, будут охранять Тебя, когда пробудешься, будут беседовать с Тобой. «Ибо заповедь есть светильник». То есть, почему я привожу второй текст? Здесь говорится о заповедях матери, родителей. Но мы видим, что «Слово Твое», а «Слово Божие» мы читаем в Священное Писание. Это то, что Он заповедал тем, кто ищет встречи с Ним, кто ищет Бога. Читать Слово Божие, Священное Писание, заповеди Божии. Так вот, интересный момент, что как светильник освящал все в Скинии, так Слово Божие, которое мы с вами читаем, приходя сюда, каждую пятницу, как мы читаем, я верю, что мы читаем, каждый день его дома, оно освящает нам путь в этом мире. Второе сравнение с светильником. «О, если бы я был, как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня, когда светильник его светил над головою моею, и я при свете его ходил среди тьмы». Снова мы видим, что Господь освящает путь Иова. «Ты, Господи, светильник мой, Господь просвещает тьму». Мы видим, что Господь и Его присутствие сравнивается с светильником, который освящает все, что находится вокруг. Еще. «Часто ли угасает светильник у беззаконных? И находит на них беда, и он дает им в удел страдания во гневе своем». Или же о притче 24 глава. «Потому что злой не имеет будущности, светильник нечистивых угаснет». И еще один текст. «Кто злословит своего отца и мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы». С чем здесь сравнивается светильник? Здесь, в этих текстах, мы видим, что жизнь человека, его процветание, его сияние, можно так сказать, сравнивается со светильником. И что происходит, когда человек начинает нарушать законы, когда человек начинает злословить, когда человек начинает идти другим путем? «Господь гасит его». Жизнь человека сравнивается со светильником. Это те прямые примеры, когда напрямую сравнивается светильник в жизни человека. И еще в Евангелии Иисус, Ишуа Машех, говорит «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И заживши свечу, не ставят его под сосудом, но на подсвечнике, и светит весь в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Интересный момент. Когда Иисус говорит о людях, которые Его слушают, Он говорит, что «Вы, слушающие Меня здесь, те, которые ходите за Мной, вы являетесь светом миру». То есть, Иисус – Бог, светильник, который зажигает другие, которые освещают в мире жизнь. Так вот, сегодня, говоря о таком важном элементе в святилище, да, может быть, не самым главным, но важным, которое освещало все, что находилось внутри. Читая о том повелении, которое говорит Иисус, я хочу, чтобы каждый из нас сделал вывод, что мы будем светить этому миру. Мы уже светим, освещаем. И подобно тому, как, заходя в Скинию, человек первым делом видел, бросалось в глаза этот красивый светильник. Ведь это своего рода искусство, которое было сделано Богом. Потому что все остальное, описание в Скинии, оно техническое в большинстве своем. Ну, не считая цветов, красивые очень цвета, кожа, да, в общем. Но этот один элемент занимает больше десяти восемь текстов. И каждая маленькая деталь, художественная деталь, описанная, как нужно было сделать. Так вот, вот это вот красивое искусство, оно освещало, оно привлекало внимание, когда только заходил. Так вот, я хочу, чтобы мы с вами привлекали внимание к Божьим заповедям, к Слову Божьему. Чтобы мы несли, исследуя здесь, исследуя дома, несли этот свет миру.